Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Главная» начинается. И я с вами, Сергей Скрипник. В гостях у нас Сергею Макану. Добрый вечер. Добрый вечер. А также у Азона Антой, которых я знаю с того времени, как у нас впервые появилась на карте мира независимая Молдова, которая по сей день независима. А как уже определить, в чем независима? Это будут наши гости. Я сегодня не буду много вам вопросов задавать. У меня четыре основных вопроса. Начну с первого. К вам обоим. И желательно, чтобы вы отвечали от души, а не по-политически, дипломатически. Ну, это со мной не бывает. Я, кстати, впервые, сколько прихожу на вашу программу, у меня было немножко такое... Я думал, прийти или не прийти. Это было связано только с Новым годом. Думал, стоит ли кошмарить людей перед таким семейным красивым праздником. Но допростят меня ваши телезрители... Наши. Наши телезрители, кто боится смотреть правде в глаза, может отключить или перейти к другой программе. Хорошие советы. Но давайте я перейду к вопросу. Все-таки. Первый вопрос. Основной, который я хочу услышать от вас. Ответы. Это политико-социальная ситуация в Республике Молдова с начала года и до окончания этого года. Как вы видели? Видите? Господин Горос. Да, раз уж вы посмотрели на меня. Я так подозреваю, что я сегодня буду отдуваться за президента, за парламентское большинство и за правительство. Как минимум. Но не перед одной, наверное. Нет. Перед телезрителями. Перед телезрителями, да. Второй момент. Вы знаете, сегодня это ведь знаменательный день. Не только завтра будет Новый год. Но сегодня исполнилось 99 лет с момента создания СССР, уважаемые телезрители. 30 декабря 1922 года был подписан союзный договор. И так как мы сегодня говорим о 30-летии независимой Молдовы, то это после того, как почил в Бозе тот Советский Союз. Ну, это и так, в качестве шутки. А если перейти немного к нашим делам, вот Сергей считает, что люди будут шокированы, если мы скажем правду. У меня несколько другое отношение. Как смотришь, как люди там бегают по магазинам. Это, в общем-то, у людей другие заботы. Может быть, сегодня, завтра не лучший день для того, чтобы говорить правду. А я начну, знаете, с чего? Вот, на что мы потратили эти 30 лет нашей независимости? Давайте вспомним. Какие страсти, мордасти были, на какой графике писать слово «мама» и всё, что на заборах, и не только. На это мы потратили несколько лет. Потом пришла пора, когда одни начали кричать «Ной сентем Румынь!», другие кричать «Ной сентем Молдовен не Румынь!». Некто, Владимир Николаевич Воронин, даже нашёл меньшинство 10 миллионов молдовен в Румынии. И профукали ещё где-то 10 лет на вот это вот кричание. И так как-то получалось, что по мере того, как проходили годы, крики не прекращались. Но люди, когда встречались у корыта общественных денег, как-то забывали о идеологии. И страдали мы. И начался очень серьёзный процесс. Что, в отличие от Прибалтов, которые после или в период развала СССР задались целью построить своё государство, у нас появился молдавский вариант. Чембадан, вокзал куда-нибудь. Неважно, Брюссель, Вологда. Люди стали уезжать из этой страны для того, чтобы решить свои проблемы, для того, чтобы состояться. И, насколько я понимаю, где-то месяц назад Министерство юстиции, или кое в Румынии, объявило цифру, сколько граждан Республики Молдова восстановило румынское гражданство. Это миллион 71 тысяч. Что это такое? И 400 лежащих заявлений. То есть, это люди, которые получили румынский паспорт. Какой-то небольшой процент, я с уважением отношусь к ним, для них это важно для души, для самоосознания иметь румынский паспорт. А для большинства, я подозреваю, это просто ключ к тому, чтобы отпереть молдавскую клетку и свалить из нее. И вот этот процесс наложился на то, что мы называем позором захваченного государства. Сергей, вы, кажется, 23 декабря 2012 года, или когда бросили информацию про Ападурия Домняска? 26 января. А, 6 января, Крещен Педеки. Да, извините, 2013 года. 2013 года. Да. И вот мы прожили последние больше 10 лет вот с этим позором, который называлось захваченное государство. Вы же помните, как отреагировало государство наше правовое на эту трагедию и на это преступление? Это все была имитация государства. И я просто хочу сказать, что после того, как мы очень громко орали про латинскую кириллицу графику, после того, как мы орали Молдовей и Румын, после того, как мы делали геополитику в нашей маленькой лужице, могу только привести пример, что экономика Молдовы по сравнению с Евросоюзом или Соединенными Штатами – это несколько сотых процента. Но мы делали здесь крутейшую геополитику. Один боролся с путинскими танками, другой. Ну, помним, да? И есть такое хорошее украинское слово. Я перехожу уже к 1921 году. Обрыдло. Надоело. Понимаете? И так получалось, что людей достало все это. И когда наложился вот этот украденный миллиард, ландромат, все эти наши там шоры, не шоры, филаты, не филаты и так далее, и так далее, то появилась такая протестная волна. Эту протестную волну оседлал новый политический проект, который во главе с Майя Санду в 2015 году создали партию ПАС. И на основе этой протестной волны госпожа Майя Санду стала президентом. Дадон проиграл. Здесь я скажу несколько слов про Игоря Дадона. И, как говорили наши местные эксперты, выборы парламентские 11 июля 2021 года, это были фактически третий раунд тех же президентских выборов, когда мандат доверия для Майя Санду превратился в 63 мандата ПАС. Окей. Теперь мы открываем Конституцию. И мы видим, что у страны есть президент с его полномочиями, или с ее полномочиями. Есть парламент. Статья 66, полномочия там парламента. Я просто так спокойно хочу объяснить телезрителям, что произошло. Вот, предположим, министр или министры, дом на министры, как сейчас правильно, Сергей, я отстаю. Ну, вы знаете, это решение правительства. Нет, нет, нет. Там произошла революция. В румынском языке. Вообще произошла революция, женская революция произошла там. В Румынии я проверил такого? Нет, конечно. Когда госпожа Майя Санду была в Румынии, ее все называли дом на пришединте. Да, но не важно. Я хочу обратить внимание на значительно более серьезные проблемы. Приходит новый министр в старый кабинет. И весь аппарат в этом министерстве мы унаследовали из прошлого. Я не хочу огульно очернять всех людей, которых новая власть унаследовала из госструктур. Но мы же прекрасно понимаем. У меня есть один знакомый, который рассказывал, как проходили переговоры про Европейскому альянсу номер один и номер два. Когда он говорил Лазов, Плохотнюк был готов вступить в что угодно, но только не генеральную прокуратуру. Мы унаследовали судебную систему. Мы унаследовали законодательство и конституцию, где там написано, что прокуратура независимая. А судебная система это вообще в ту сторону нельзя смотреть, чтобы не потревожить независимость судебной системы. И есть совет прокуроров, который должен заботиться о чести мундира, о чистоте рядов и так далее. И есть консилис супериор в магистратуре, который тоже должен обеспечивать, чтобы судьи одели эту мантию торжественную, чтобы они служили закону, олицетворяли законы и так далее. А в действительности мы унаследовали, извините, конечно, я с русским языком проблема, унаследовали такой провинциальный бордельчик. И где теперь со всеми этими структурами, которые мы унаследовали, народ ждет от нас борьба с коррупцией как минимум. И поэтому мы сейчас находимся в очень тяжелом, сложном, неоднозначном процессе, когда президент, парламентское большинство и правительство проводим политику постепенной очистки рядов людей в госструктурах. По постепенному, поэтапному устранению схем унаследованных из этого постыдного, прошлого, захваченного государства. И я могу открыть такой секрет, что я не участвую в кадровой политике по той простой причине, что я где-то 20 лет сидел в институте общественных политик, не общался ни с судьями, слава богу, ни с прокурором, ни с кем. И я прекрасно вижу, и слава богу, что у нас оппозиция зубастая тоже, мы допускаем ошибки. Вот чего только стоит эта ситуация с народовым авокатом, или как авокату Попору, это, скажем так, наиболее хрестоматийный пример. Я прекрасно понимаю, что сегодня, наверное, практически невозможно найти в судебной системе какого-то человека, которого продвинуть на какую-то должность, и чтобы не поднялись, скажем так, волна негодования, что за ним тянется такой шлейф, что он финн с тем, что он куметру с тем, что он двородный. Это наша молдавская печальная реальность. Поэтому у нас сейчас этот процесс идет очень трудно. Вы посмотрели на часы, я закругляюсь. Вот вы с дядей обратили внимание. Я любуюсь своими часами. Меня нет. Ну, хорошо. Да, поэтому я хочу сказать, что мне очень понравился разговор с одним журналистом, с того канала, который мы критиковали раньше, да, вот мы, оппозиция. И он говорит мне, или она, не важно, Дом Нанталья, мы в одной лодке. То есть, эта лодка называется Республика Молдова. Так я говорю, все нормально. Она говорит, мы не хотим вашего проигрыша, потому что проиграют все. Я говорю, так все нормально, вы критикуйте нас. Если мы не способны учиться на ошибках других, но постараемся научиться хотя бы на наших ошибках, тогда, может быть, куда-то мы и выплавим. Вот и все. Я послушал сейчас. Да, вы должны были послушать. Я послушал очень внимательно, да. Код бою. И мне, и мне, я скажу другое, чем я думал вначале сказать, потому что меня охватила гордость за нас. Вы понимаете, дело в том, что и языковые проблемы, и та борьба, которая была за то, что вы немножко, конечно, вы немножко, но, по-моему, больше утрировали. Я упростил. Нет, вы не упростили, вы утрировали. Ну, извините, вас же наградили орденом за то, что нас развели в страх перед объединением с Румынией российской. Нет, не поэтому я получил орден. Нет, ну, воевали. Сейчас я скажу. Дело в том, что и борьба за национальную идентичность, и за языковые. То есть, меня охватила гордость, что мы уже за 30 лет, мы являемся люди, уже прошедшие такой опыт. Вы понимаете? То есть, я сейчас думал, и я представил себе, что было бы, если бы не развалился Советский Союз. Моя жизнь была бы закончена. Я говорю сейчас для людей свободных, не для людей, которые живут только хлебом насущим. Понимаете, у нас такой опыт за эти 30 лет. Да, у нас есть много проблем. Людям пришлось уйти из своих домов, стать гастарбайтерами. Многие, которые остались здесь, прошли через такие муки, чтобы заиметь свое имущество, право на собственность и так далее. Я когда отношу нас к нашим братьям белорусам, или даже россиянам, я считаю себя счастливым человеком. Потому что им это еще надо когда-то пройти. Им надо пройти, наверное, через какую-то кровавую революцию какую-то, чтобы свергнуть вот эти режимы. Представьте себе, если бы мы остались еще там. А то, что вы говорите, вот эта борьба языковая и так далее, с мафией и так далее, это все опыт общества, которое сегодня живет, как мне вам сказать, нехорошо мы живем, не очень хорошо, но мы свободные люди. Мы приобрели этот опыт свободных людей. И по отношению, скажем, к тем солдатам, скажем, российским солдатам, которые сегодня зимуют в палатках для того, чтобы, может быть, напасть на Украину. Мы счастливые люди. Мы, 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 у нас, у нас сегодня есть понимание, мировоззрение. Мы, 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 у нас, у нас столько, я считаю себя счастливым человеком в этом смысле, как, как я себя вижу. Да, у нас была война, да, она, я вспоминаю ту войну и с горечью, и я очень редко ношу свой орден, но я горжусь им, потому что, потому что, потому что и та война, и, и все, что было, вот эта вся борьба, нас сделали, меня сделали счастливым человеком, потому что я бы в Советском Союзе либо закончил в тюрьме, либо в дурдоме. Вы представляете себе человек, который рождается, скажем, в Северной Корее или в той же России сегодня? У него ни одного шанса нет, если он не состоит в этих рядах олигархических и так далее. А у нас есть шанс, у нас есть шанс свободных людей, борющихся людей за существование. Да, конечно, у нас есть много проблем, и мы, надеюсь, об этом поговорим. А если уже вернуться к нашим насущным проблемам, нас, к сожалению, преследует злой рок. А этот злой рок, потому что мы лукавим, мы обманываем людей, себя обманываем. Мы же построили, мы когда говорим вот так ущербно о нас, мы должны понимать, что действительно из-за ошибки, которая была допущена в начале вот этого государства, нас преследует этот злой рок. И пока у власти не будут мужественных политиков, не таких политиков, как, извините, Майя, Санду и другие, которые нашли, вот что бы этот народ бы захотел сейчас. А давай я им скажу, вот я скажу этим тетям, что я им дам зарплату, что я пойду в Европу, оттуда принесут деньги, вам всем, не надо работать, вообще работать не надо. Но этого никто же не говорил, что халява будет. Давайте я до конца скажу, а потом вы скажете. То есть у нас нет мужественных политиков, которые бы сказали правду людям. А у нас, то есть я привык, вот я считаю, что я в своем классе, в институте, на войне, я был лидером, я водил людей за собой. Да, были люди, которые меня ненавидели, может быть, и сейчас есть эти люди. Но я считал себя ответственным, и я считал, что я должен людям говорить правду, и те, которые скажут, что вот я тоже этим живу, пошли за мной. То есть политик должен брать людей за собой, а не просто вот так, вот люди этого хотят, я им это скажу. И про тот злой урок, который я говорил, мы не выйдем из этой ямы, из этой глубокой ямы, в которой мы оказались, это уже с другой стороны, чем то, что я оптиметично сказал. Пока мы не поймем, что это государство было построено на неправильном фундаменте. То есть мы себя обманули тогда, когда мы объявили эту страну. То есть мы сказали, что мы независимая Молдова. На тот момент независимая и неделимая Молдова, 27 августа 1991 года, на площади Великого Народного Собрания мы объявили, что мы единая, неделимая, независимая Молдова. А она уже не была целой. То есть Тирасполь до этого уже произносил свою независимость. Мы уже не были в тех границах, которые мы себя объявили. Единая Молдова. Единая Молдова. Это одна. Вторая мы потом взяли и объявили себя, имея на своей территории, как бы объявленной нашей территории, имея иностранную армию. Мы еще сказали, что мы еще и нейтральная страна. И нейтральная страна, а ни с кем до этого ни с кем не говорили. Никто эту нейтральность нам не гарантирует. То есть вот этот злой рук, вот две вещи, на которые мы, на фундамент этой страны, который, это злой рук, который нас будет преследовать всегда. И мы никогда не выйдем из этой ямы, пока не появятся политики, которые скажут, давайте, люди, скажем правду, люди. Международно мы не признаны нейтральной страной. Я вам скажу, к чему приводит вот это? Это приводит к поведению политиков, вот такой же поведении, как было всегда. Я вам дам пример. Идет наш министр иностранных дел в Москву. Встречается с Лавровым. И то, что мы слышим из его уст, то есть, что он заявляет, самое главное, что он там заявляет в Москве, что мы являемся страной СНГ, и мы даже не думаем о том, чтобы выйти из СНГ. А при этом, когда делается саммит СНГ сейчас, моя СНГ туда не идет. Какой? Вот что это за месседж, какая это стратегия? Вот сейчас вы скажете, вот меня интересует, вот что это за стратегия, вот что мы задумали вот этим? Вот мы говорим, потому что Украина ушла из СНГ. То есть, в этом СНГ, то есть, а никто, то есть, если бы власть пришла и сказала, ребята, а знаете, давайте мы сделаем аудит. Заплатим деньги и сделаем аудит. Посмотрим, вот из экономической точки зрения, нам целесообразно оставаться здесь или нет? А какой посыл вот этого? Что мы говорим людям, когда мы идем и говорим, мы в СНГ, мы здесь? А потом, мы как-то хитро говорим, мы туда не идем, потому что нам не о чем там говорить. Давайте уточним, что не мы говорим. Я говорю о президенте страны, которая была выбрана сейчас. И вот это что такое? Я про этот кошмар говорю. Поэтому мне сейчас, я сейчас закончу. Поэтому сейчас я уже, я боролся очень долго. У меня была целая война с этим захваченным государством. До Пыдурия, до Мнявска, еще в 2010 году я сказал про Плохотнюка и то, что произойдет в этой стране. И ссорился со всеми в студиях и так далее. Нет, да приведите, пожалуйста, аргумент или доказательство. Это история с этим адвокатом? Господин коллега, то есть с этим народным адвокатом. Это такая история, которую, может быть, люди увидели, посмотрели, улыбнулись. И она ушла в прошлом. Другая проблема есть. Больше, чем это. Их много. Нет, ну, в этом смысле. Мы пришли под Новый год. Я не знаю, если вы найдете страну, где генеральный покров был преследован по беспределу. По такому беспределу. То есть это такой беспредел, что из-за этого беспредела рухнет все, что мы построили. То, что мы говорили про правовое государство и так далее. И от чего мне стало страшно к концу года, что люди у власти, они даже не поняли, они недопоняли, что сказала Венецианская комиссия. То есть не то, что ошиблись, а как интерпретируют и министр юстиции, и депутаты, как они интерпретируют. Ну, как? Ну, мы обратились. Они сказали. Ну, мы независимая страна. Мы кое-что из этого. То есть люди даже не поняли, что они сделали. Сегодня, к концу года, уже многие люди, которые вначале сказали, ну, может быть, этот прокурор. А уже к концу года, я вам говорю, у нас на Западе и везде, всем понятно, что господина Стояноглу... Как это, лаусекестраты? Секестрировали? Нет, нет, нет. Похитили. Похитили, захватили, захватили. И преследуют по вымышленным делам. Давайте, у нас как раз этот вопрос будет в самом конце. Вот давайте... И кстати, и кстати... Дайте поговорить, Сергей. И кстати, это был политический заказ, политический заказ. Сергей. Окей. Давайте вернемся назад. Надо быть последовательным. Вот, Сергей, вы сказали, что в основу идеи молдавской государственности... Сама идея, она ущербная. Я сказал конкретно, почему она ущербная. А я хочу сказать немножко другое. Мы сейчас, наверное, не будем утомлять телезрителей подробностями исторической траектории, на основе которых появилась Республика Молдова как субъект международного права. Или там 16 мая 1812 года Бухаринский договор, или пакт Молотова-Риббентропа, что немножко свежее. У меня есть давно такая фраза, что ребенок, рожденный в результате изнасилования, имеет те же самые права, как и ребенок, рожденный в счастливом зарегистрированном браке. Республика Молдова появилась в результате исторического изнасилования. Но она появилась. И когда 25-го... Кстати, вы были в Первом парламенте или нет? Нет. Нет, да, я тоже не был. 25 февраля, 10 марта 90-го года на всей территории Советской Молдавии были проведены выборы в Верховный Совет. 64 депутата были избраны с левого берега. Большинство я знал. Но я же не об этом говорю. Ну, Сергей, а можно я это говорю? Да. И тогда, 23 июня 90-го года, парламент Республики Молдова, избранный на всей ее территории, провозгласил суверенитет Республики Молдова. Да, мы можем критически относиться к саму тексту и так далее, и так далее. И тогда международное сообщество, которое не знало, что с нами делать, пошло по пути соблюдения Советской Конституции. Я сегодня упомянул договор о создании Советского Союза. И в договоре, и в трех конституциях было написано, что союзная республика имеет право на самопределение вплоть до выхода из состава СССР. И нас признали лапакет 15 новых государств. И сразу появились конфликты. Потому что эти границы, их рисовали, мы знаем, как не будем утомлять. Но я повторяю, здесь можно привести к тому, что мы провозгласили демократию, а наши первые три президента были членами бывшего ЦК КПК Молдовы. То есть строили демократию, избирая представителей авторитарного коммунистического режима. Давайте вспомним 25 февраля 2001 года, когда Молдова шокировала народ, которые знали про ее существование. Когда в парламент попались 71 коммунист в третьем тысячелетии. Народ не мог понять, что происходит с Молдовой. Это все мы перевариваем в себе наше прошлое. И то, что произошло в этом году, я воспринимаю как логический шаг в процессе, который длится с того момента, как развалился Советский Союз. И сегодня в этой стране... Вы знаете, давайте предположим, что меня нет в этом парламенте. Когда мы говорим про политиков, есть две... Причем тут вы? Не-не-не, чтобы это не было конфликта и интереса. Когда мы говорим про политиков, если выборы сколько-нибудь блюдут приличия, то эти политики делегированы во власть гражданами этой страны. И тот факт, что 25 ноября прошлого года Игорь Дадон проиграл, а Майя Санта выиграла, это говорит о том, что общество изменилось. То есть, да, мы никогда не будем таким идеальным, о котором вы говорите, что нужны политики. Может быть, уже без меня, мы доживем до того времени, когда появится... Но нигде не бывает идеальных политиков. Я просто хочу сказать, что сейчас главная проблема, которую я вижу перед обществом, не перед властью, а перед обществом, это перевалить вот этот моральный кризис. Я, как я помню, 2008 год, когда Барак Обама стал президентом Соединенных Штатов, с этим лозунгом, слоганом «Yes, we can» – да, мы могем. То есть, как-то перевалить через этот наш молдавский мазохизм, что нужно свалить для того, чтобы состояться. А давайте, ведь есть же сильные... Не, подождите, я закончу. Есть же сильные люди, которые здесь сумели состояться. Просто нужно брать пример... Я не осуждаю тех, которые уехали. Это их выбор. Мы не Северная Корея. Давайте, если мы начали обсудить, давайте мы все-таки перейдем к конкретике. Я говорил о том злом роке, который сегодня политиков делает... То есть, политики не меняются, парадигма не поменялась. Потому что те политики, которые сейчас во власти, они делают то же самое, что делали остальные. То есть, если бы... Понимаете, мы сейчас не... То есть, я говорю... То есть, я сказал, какой это злой рок. И, по-моему, вы больше всех знаете что-то о Приднестровье, да? Но вы понимаете, что... Контрабандисты знают значительно больше. Ваши коллеги... Они в авторитете. Да. Но мы сегодня получаем электричество от Кучургана, да? Нет, у меня четыре вопроса. Я задал первый, который был, и на который начали мы беседовать. Это была социально-политическая ситуация в Молдове в 21-м году. Хорошо. Давайте мы будем определяться по факту. Будем обознать человека, который нас пригласил. Ну, а как же? Мы не можем переходить из темы в тему, не закончить... Хорошо. Давайте тогда закончим с этой темой, с которой мы начали. Я вам сказал уже про свой огромный оптимизм и про свою огромную удачу, что мы вышли из того государства. И говорю я о том, что, к сожалению, нас преследует вот этот злой рок. И то, что у нас пока нет политиков мужественных, которые бы отказались или сказали правду людям. Отказались бы от того же поведения, которое было у всех. И у тех, которые... И у мафиози, и так далее. Потому что, когда, вот если сравнить уже до конца нашу власть, то я... Единственное сравнение, которое у меня происходит в голове, когда я говорю о них, о этой, как бы, молодой... Молодые все живы во власти сейчас. И все, кроме меня. Да, и я... У меня только одно сравнение. Когда первые французы из колоний африканских возвращались с учебы из Парижа, то они ели уже с вилкой и ножиком. Ну, тоже человечина. Тоже человечина. То есть, единственное, что поменялось, что вот эти люди, которые у нас, едят человеческое мясо немножко по-другому. Это метафора. Конечно. Это, конечно, метафора. Но нельзя отрицать, что Молдова открыта миру, и мир готов нас поддержать. Это факт. А что поддержать? Нет, ну подождите. А что поддержать? Ну, по очереди. Дорогие друзья. По очереди. Дорогие друзья. По очереди. Преследование Секаянукова? Как? Я не думаю. Я не думаю. По-русски это называется передергивать, Сергей. Да почему передергивать? Все стараются убедить оппонента. Если критическая марша допущенных ошибок накопится, тогда нас перестанут поддерживать. Перед рекламой я хочу сказать наш телезритель. Вы знаете, у меня создается такое впечатление, что, уйдя от Советского Союза, получив независимость, еще Молдова себя не обозначила как состоявшееся государством. Судя по вашим словам. Рекламная пауза. Закончилась рекламная пауза, и заметьте, она короткая. Кто не смотрел первую часть нашей программы, напоминаю, что у нас гостя Серджио Макану «Антимафия». Это партия. Да. А также представитель партии ПАС. Не представитель, а член. Член партии ПАС господин Оазел Нантой, депутат нашего молдавского парламента или парламента Республики Молдова. Вот как прозвучит, я чуть завалировал, а ваш ответ. То, что на сегодняшний день беспокоит наших людей, это экономика и финансы. При которых падение, которое предсказывается многими знающими экономистами, финансистами, оно произойдет в 22-м году. Почему наше правительство, наши политики заявляют, что ничего страшного не происходит, но при этом никто не дает гарантии улучшения экономического состояния Республики Молдова? Прошу вас. Экономика у нас у Караджали была хорошая, интересная, очень такая, но она отсутствует. Единственное, что она отсутствует. Я шучу. Опять же, вернемся к той идее, которую я сказал, что... То есть, вот сейчас люди говорят, что очень многие наши люди к концу года, после такого года, в котором произошли выборы, ушел Дадон, пришла Майя Санду, пришел ПАС, причем одна партия выиграла. И под конец года я слышал очень многих людей, которые говорят, что они разочарованы. Я не думаю, что столько людей разочарованы. Знаете почему? Потому что многие люди, свободные люди этой страны, которые мечтают о том, что эта страна станет нормальной, они не надеялись, что очень много произойдет. Они думали, что пройдет какое-то... То есть, что новая власть поймет, то есть, она не будет действовать так же, как и та. Но они не ожидали, что они там свергнут горы и так далее, и так далее. Я вам приведу пример, то, что я говорил. Оставим газ в сторону, потому что о нем говорили и так далее. Вы знаете, что Приднестровье накапливает долги. Конечно. Да, она за газ не платит. Дело в том, что в долгах по этому газу, который не платит Приднестровье, мы тоже в долгах. Потому что мы лукавим, мы не говорим людям о том, что мы получаем электроэнергию дешевле, чем во всем регионе, со всеми откатами между Кишневым и Тирасполем. Которые существуют по сей день. Вот есть откаты между Кишневым и Тирасполем, и эта энергия, которую мы получаем из Кучургана, она все равно дешевле. И нигде больше мы не найдем дешевле, чем эту электроэнергию. И когда эта власть стремилась к власти, когда они еще были оппозицией, выходили по телевизору и каждый день говорили об этих откатах и схемах. В основном эксперты говорили. Да, и мы остались на тех же схемах. Если можно, выточнили. Я хочу, чтобы мы конкретно говорили о вещах. То есть с газом это тоже, но я оставлю это пока в стороне. Электроэнергию, которую в Тирасполе производят из газа, за которого они не платят, этим Приднестровье и финансируется. А кроме этого содержатся некие мафиозные структуры в Кишиневе, которые живут на этих откатах вместе с теми с Тирасполем до сих пор. И мы получаем дешевую электроэнергию. Какие мафиози? И что, пожалуйста, вот один элемент захваченного государства, про экономику говорим, который остался нетронутым. В первой части нашего марлезонского балета я сказал, что новая власть шаг за шагом ликвидирует эти схемы. Второй момент, который я хочу... А, вот это ликвидировано? Нет, второй момент. Сейчас уже перейдем к конкретике. Да, Кучурганская Гресс, строительство которой началось в 1954 году, это стратегический объект, который принадлежит молдавскому государству. До сих пор в агентстве общественной собственности есть список экономических агентов с левого берега, и там принадлежит Республика Молдова. В то же время, когда мы заходим на сайт Интерраоэс, мы находим активы за рубежом. Кучурганская Гресс, Приднестровье. Это нелегально приватизированный, захваченный стратегический экономический объект. Да, есть эта схема, когда Газпром сам себе поставляет газ, потому что у него 65-56% акций в молдовый газ, это дочерняя фирма. Этот газ идет на левый берег. Экономические агенты и частные лица на левом берегу платят в 4-7 раз меньше, но даже эти соборные деньги, они не идут к Газпрому в счет оплаты. Они идут на специальный счет, из которого уходят в офшоры, и из которого содержится ПМР. Единственное, посредники устранены. Были, мы же кричали. Подождите, как устранены посредники? Вы о чем? Извините, пожалуйста, как посредники? Не, ну в предложении можно договорить? Была компания «Энергокапитал» с одним наемным работником, зарегистрированным по адресу переулок труда номер 7 в Тирасполе, который через три дня после регистрации получил лицензию на экспорт электроэнергию на правый берег по нелимитированным ценам и пошел бизнес. Поэтому сейчас, насколько я знаю, если вы знаете лучше, приведите, пожалуйста, факты и цифры. То есть вы говорите, давайте мы ответим это. Посредники устранены. Нету посредников? Нету. Второй момент, о котором я хочу сказать. А в правительство было сформировано, я в больнице лежал, 6 августа или когда? Вот за полгода в энергетике чудеса не происходят. Нет, я понял. Я хочу сказать, что из тех 6 или 7 линий высокого напряжения, которые через Украину можно теоретически импортировать электроэнергию из Украины, как минимум 6 проходят через этот узел, который связан с Кучурганской грез, и где они могут устроить нам пакости, как это было в прошлые разы. То есть этот гордий узел в энергетике, где замешана и коррупция. Подождите, давайте не так. И техническая невозможность. Господин Антоний, я не ожидал такого. Извините, пожалуйста. Вы говорите, чтобы люди поняли, вы говорите, что Кучурганская ГЭС сегодня... Поставляет напрямую на правый берег. Поставляет, то есть Кишинев покупает у терраса без ни одного посредника. Нету ни одного посредника? Да. И какая цена? Цена низкая, потому что это не рыночная цена. Я с вами полностью согласен. Это не рыночная цена, потому что, если когда мы берем закон... Я забыл, как он называется. Я хотел, чтобы мы это оставили. Мы вернемся. Мы сделаем отрезки. Не-не, когда берешь закон, по-моему, я забыл, как называется на всех языках. Но там есть положение в том законе, на основе которого выдаются лицензии для поставщиков электроэнергии. Так совершенно очевидно, что Кучурганская ГЭС даже близко не соответствует этим критериям. Потому что критерии написаны красиво для открытого энергетического рынка, которого у нас нет. И третьего энергетического пакета у нас тоже нет. И не будет уже. Не будет. То есть, того, как ваш министр подписал, что и не будет уже третьего энергетического пакета. Поэтому мы сейчас в такой ситуации, когда вынуждены шаг за шагом разгребать эти Афгейвы конюшни в области энергетики. Без посредника. Я не буду дальше этот вопрос развивать. Нет, не буду комментировать. Потому что я не хочу без доказательств спекулировать на то. Но скажу только одно. Это тема для зеленой передачи. Я докажу. Но скажете. Я скажу, что между Кучурганом и Молдова-Газ, куда поставляется энергия, и нами, которые получают эту энергию, есть прокладки. И они просто поменялись прокладки. Вы высказали. Я сказал ответственно. Давайте я вам двоим задам один вопрос. Нет, нет. Есть эксперты, которые в этом. Другое. А знаете ли вы, что та схема, по которой мы получаем металл из рыбницы и подставляем там металлолом? Она продолжает работать. Она продолжает работать. Компания БПМ, Страдо Узинилор. Я это знаю. Мы сегодня говорим о том, что мы остаемся и спустя год или полгода, если хотите, мы остаемся придатком Приднестровья. Ну, не совсем придатком. А почему не придатком? Мы не придатком, мы обслуживающий персонал. А скажите мне тогда, хорошо. А когда... Нет, давайте уже на полгода продлили режим преференциальный для импорта товара в Приднестровье. На полгода отложили второй этап внедрения... И договорились с украинцами, чтобы они разрешили машины, транспорт... Теперь, не, не, теперь я вот давайте вам скажу следующее момент. Вы перешли в другую сферу. Нет, не, не, мы не в другую сферу. Давайте я вам задам один вопрос. Нет, мы не перешли в другую сферу. Я приведу такой пример. Как ведущий, мы должны открыть глаза и открыть нашим телезрителям глаза. Скажите, пожалуйста, существует ли молдавская агресса или дубосарская агресса? Она существует? Физически существует, что вы имеете? Она работает? Кучурганская агресса... Кучурганская, пара энергогрегатов работает. Через его кучурганская агресса... Откуда мы получаем? Я сейчас скажу. Она работает. Работает. Вы слышали, что сказал господин... Из 12 агрегатов пару работают. Вы слышали, что сказал господин Нантой про кучурганскую агрессу, да? – Да, это будет отмечено потом. – Нет, я почему отмечаю это? Потому что я говорил, и вот то, что вы сказали, это доказательство того злого рока, который нас следует. Потому что вы сегодня сказали, что Кучерганская ГРЭС – это молдавская ГРЭС, зарегистрированная у нас и так далее. Это приватизированная уже Кучерганская ГРЭС. – Не, подождите. – Нелегальная приватизация продевается ракетом. – Я про это и говорю, как мы себя обманываем. – Это Кучерганская ГРЭС принадлежит сегодня России. – Нет, Сергей, возникает вопрос. – Так я про это говорю. – Вы же это сказали. – Незаконно принадлежит. – Нет, ну подождите. – И другой вопрос, что должно делать молдавское государство? – Мы покупаем электроэнергию у себя? – Да. – У себя покупаем электроэнергию? – Да. – С точки зрения юридической, я не юрист, слава богу, но слава богу. – Я же говорил с точки зрения юридической. – Вот так я про это и говорил, кстати. Потому что юридически мы независимы. – У нас нейтралитет. – Правильно. – Юридически в Днестрове – это наша страна. – Наша территория. – Наша территория. – А при этом, и как нас поймут люди в этом случае? – Какие люди? – То, что вы называете партнерами, скажем, европейские. – Не-не-не, я вас прошу. У меня очень ироническое отношение к понятию партнеров. – Это чисто наш молдавский провинциализм. Когда мы считаем, что есть какие-то партнеры, которые спать не могут и думают о том, как навести порядок в Молдове в ситуации, когда граждане Молдовы не хотят этого сами. – Да, я знаю, это ваша точка зрения. – Это моя точка зрения. – Но вы голосовали за то правительство, которое сегодня с протянутой рукой к этим, то, что вы тоже не считаете. – Ну, для того, чтобы залатать дыры в бюджете, мы прибегаем к финансовой помощи. А что делать? Людям надо помогать? – Людям надо помогать. – Это сегодня кризисная ситуация. – Я говорил про той злой рок, потому что мы никуда не двинемся, мы никуда не двинемся. – Я говорю, почему. Потому что юридически граждане Приднестровья – это наши граждане. – Аккуратнее со словами. Нет понятия граждан Приднестровья. – А те машины, которые выезжают с Приднестровья – это наши машины, молдавские. И Майя Санду обращается к Зеленскому. Давайте, пропускайте их. Давайте закроем глаза, потому что нам надо вот над этими людьми и так далее. Я о чём говорю? О том, что мы никогда не выйдем из этой ямы. Никогда. – Слово «никогда» в данном случае. – Не перед Новым годом надо говорить слово «никогда». – Вот такие никогда с этими политиками я это имею. – Ну, а других нет. Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, у нас, у меня для вас других писателей нет. – Да, хорошо. Сколько их расстреляли. – Да, совсем о другом можно поговорить, дорогие мои друзья. Жизнь-то идёт. Надежды у каждого есть на лучшее. Правильно? Вот смотрите, мы переходим в юридическую сферу. Да, в нашу юстицию. Я сейчас просто сопоставлю те факты. 21-й год. Победа Майя Санду. Борьба с коррупцией. Факт. Арест, арест, арест. – Нет, не факт, а декларация о намерениях. Декларация о намерениях. Правительство. Генеральный прокурор фактически устранён от власти. Человек, который передаёт деньги с товарищей в виде 10 тысяч евро, он стал временно исполняющим прокурором. Всё понятно, арестованы очень многие люди, которых я по своему опыту знаю. Они в своё время меня прессовали, да не могу. Никто из них на нары не пошёл, потому что нары заняты. Никто ни за что не отвечает. Ну, вот хлопок. Вот сейчас в конце года вызвали генпрокуратуру бывшего президента Республики Молдова господина Дадона. Я думаю, началось. Но есть маленький нюанс. Если Дадону предъявили то, что было 10-12 лет тому назад, почему не предъявили господину Филату незаконную приватизацию, вследствие которой он стал просто богатым человеком, недвижимость, земля и так далее, вызывать не будут? – А нету Филату. Вот, смотрите, Попов, Руслан Попов, да, Попа, Руслан Попа переведёт под судебный контроль. Ну, ему там браслетик ставят, где ходит, что делать. Почему у нас избирательное правосудие? – Кто первый? – Нет, давайте так. Я могу попытаться ответить. – Ну, так. – Отвечу. Следующим образом. Во-первых, тот факт, что Генеральная прокуратура возбуждает уголовное дело, в данном случае абстрагируемся, это вовсе не означает, что человека непременно нужно задержать, посадить его в пресс-хату. Мы же прекрасно помним времена, когда арестовывали в пятницу. – Три дня, за два часа. – Ну, что не обязательно. Должен даже министр юстиции пойти на арест и показаться там журналистам, когда арестуют человека. – Нет, Сергей, это же обязательно. – Или мы по очереди. – Нет, но обязательно министр юстиции должен призываться при аресте генерального прокурата. – Вы внимательнее следите, нежели я, поэтому я не помню этих деталей. Я объясняю. – Вы не знаете, что он был там, он пошёл посмотреть своему врагу в лицо, в глаза. – Нет, я не думаю, что слово «враг» применительно к политическим процессам. Это неправильно. – Потому что либо это человек, который нарушил закон, либо это лояльный гражданин. Числово «враг» – это извините. Да. Первое. То есть, если прочего человека возбуждает уголовное дело, важно, чтобы он не убежал из страны, как это случилось с некоторыми из наших… – С многими. – Прекрасно и широко известный. А если он остается под судебным контролем, если и существует гарантия, что он остаётся внутри страны, так зачем человека сажать обязательно на нары, если он не представляет опасность для общества, если не существует риск, что он будет влиять на ход следствия и так далее. – Откуда у нас этот совковый наклон, что не обязательно надо посадить? – Это раз. – Я это и спрашиваю. – Откуда он у нас такой? – Подождите. – Нет. – Откуда он у вас такой? – Вот стоянок, ну, взять и посадить. – Ну, не посадить, задержать. – Нет, как, ну, задержали, посадили. – Потом под домашний арест. – Потом под домашний арест. – Вы спрашиваете меня, я вас спрашиваю. Откуда у вас вот это, что его надо забрать с кабинета? – Есть ещё один. – Задержать. – Задержать и посадить. – Задержать. – А потом… – И посадить. Вот откуда у вас вот это, что… – Суток держали. – Нет, подождите. – Нет, ну, откуда у вас вот это? – Подождите, дайте я отвечу. – А нельзя было его просто отпускать? – Давайте я отвечу. – Нет, так я вас спрашиваю. – Нет, так я отвечу, если при условии, что мне дадут ответить. Я хочу сказать одну очень наивную вещь. Только хочу быть правильно понятым. Я не защищаю ни Майю Санку, ни Седжу Литвиненко, не знаю, у кого там еще. Но мы должны идти к той ситуации, когда сапоги должен точать сапожник, пироги печь пирожник. Прокурор приходит с обвинением в суд. Суд принимает решение по мере пресечения. Мы должны к этому идти, даже если вы, в отличие от меня лично, прошли через этот колвар, как это, испытание, конфликт с режимом Плохотнюка, и вас прессовали. То есть, не будем вспоминать. В отличие от меня, у вас очень это болит. Я смотрю на это дело немножко со стороны. Но все-таки, даже если мы знаем, что этот судья Х или тот прокурор У, за ним тянется какой-то шлейф, не знаю чего, мы должны идти к той ситуации, когда прокурор У должен действовать по закону, и судья Х должен действовать по закону. И должны отказываться от той мысли, что Майя Санду понимает трубку и командует этого посадить, этого нагнуть, этого раздеть и так далее. Потому что в конечном итоге это аукнется любой власти вмешательство в судебную систему. И поэтому я отвечаю за своих друзей. Да, я могу быть жесткими, не друзей, а коллег. Я могу быть жесткими по отношению к коллегам. У меня плохой язык. Есть такое выражение, благими намерениями выложен путь в ад. Люди могут допускать ошибки, исходя из благих намерений. Допускать ошибки. Но это намерение не того, чтобы забрать у кого-то бизнес и поделить между собой. А все-таки пойти по пути, когда прокурор будет прокурором, судья будет судьей. И люди не будут, мы, молдаване, в смысле гражданства, откажемся, переступим через эту молдавскость, что все делается по политическому заказу. Что все покупается, все прокурорется. И мы с вами все проститутки. Да. Красиво. Нет, ну такое клише, что нет такого депутата, который не кубит. Вы знаете, клише, клише. Да. Оно долговечное. Я повторяю, я не защищаю Стояногла, я не обвиняю Стояногла. Пускай суд вынесет ему приговор. Если суд его оправдает, это значит, что все те, которые возбудили уголовные дела против него, они допустили ошибку. Почему? Но я не беру на себя... Подождите, я должен как-то вести прогноз. Я не беру на себя роль судьи и не беру на себя роль прокурора. Выходы на публику господина Стояногла, когда он очень так не кстати начал что-то жаловаться, что и так далее, и так далее. Это было уже не генеральный прокурор. А чего он жаловался? Нет, он вышел с кем-то еще из ветеранов прокуроров что-то и начал говорить о политическом давлении на прокуратуру. После этого... Нет, извините. Я как депутат. Вредный депутат. Господин Вишневич, я могу сказать? Нет, я просто закончу... Вредный депутат говорит. Я закончу историю. Я как вредный депутат написал, как это, Демерс, генеральную прокуратуру. Говорит, вот вы заявили, что на вас оказывается политическое давление. Прошу, пожалуйста, приведите конкретные примеры, когда было возбуждено уголовное дело в силу того, что какому-то прокурору кто-то позвонил и попросил нарушить закон. На что мне ответили. Нет, дом, но депутат. Это было в общем-то общее настроение, ничего конкретного там не было. Мы видели этот спектакль. Какой, я смогу уточнить, какой. Мы видели на днях спектакль для зрителей. Это был цирк, при котором публика, может быть, и в восторге была. Может быть, я не знаю. Или, может быть, даже не смотрела. Публика ТВ? Сейчас я скажу. Это был целый день в парламенте, когда 9 раз снимали иммунитет с Шора. Профессионалы, прокуроры, судей и так далее, и юристы вообще смотрели на это и говорят, ну пусть, ну мы понимаем. Ну понятно, что им нужно показать, что они что-то делают в юстиции и так далее. Что они против кого-то борются и так далее. Но есть же процедуры. То есть, вот это выходит генеральный прокурор к трибуне, говорит по одному. Есть же процедуры, это все в одно дело. По процедуре это один раз снимаешь с него иммунитет. Целый день снимали иммунитет с Шора, показать, что они борются против каких-то мафиози и так далее. И да, и нет. И ни один вредный депутат не сказал, да что вы делаете, дайте я скажу до конца. Ни один вредный депутат не спросил, что вы делаете. Потому что, то есть, а я что пытаюсь сейчас? Я просто надеюсь, что какой-то вредный депутат или не депутат. Потому что Майя Санду ходит только на телевидение, где знает, что ей не зададут ни одного вопроса, который может, люди смогут понять, что этот человек просто рукавит. Просто обманывает всех с начала до конца. Сергей, вы это можете доказать? Да. Нет, но вы сказали такую вещь, которая некорректна. Сейчас я скажу до конца. Но это некорректно просто. Я сейчас скажу до конца. А может кто-то из вредных спросить, а вы вообще робу знаете, госпожа президент? Вы этого робу, который является сегодня вашим робу, вы его знаете или не знаете? Когда вы последний раз с ним виделись? И когда вы последний раз с ним по телефону говорили? Потому что из того, что я знаю, СПП вам сделала канал, отдельный канал. Секретный канал, по которому он вам докладывает по конкретным делам. Вот это я в камеру говорю. Это чудовищно. Это чудовищно. Это намного чудовищнее, чем был Плохотнюк. Потому что Плохотнюк, понятно, это был бандит. Это все понимали. Это чудовищно, когда выходишь перед людьми и говоришь, что ты не давишь на юстицию, а ты договариваешься через посредников с Дарелом Мустяце в этом совете прокуроров, чтобы его голос, и он чтобы поговорил с ними, договариваешься с ним, чтобы снять со Стояноглу иммунитет и отдать его в руки прокурора, преследовать его. И потом ты его делаешь практически председателем Верховного суда. Да, тебе говорят, этот человек коррумпированный, этот человек служил Плохотнюку. Ну, будет и в алуаре, и тогда мы с ними всеми справимся. И в алуаре – это внешний оценок. Как это можно? Можно я отвечу? Я про этот кошмар не говорю. Сергей, есть один очень принципиальный момент. Я много лет участвую во всей этой политическом процессе. В том числе и в политических дебатах, публичных и так далее. Вот вы сказали то, что сказали. Это ваше право. Я в камеру сказал. Нет, подождите. То, что вы сказали в камеру, не меняет того, что вы не можете этого доказать. А осадочек то остаётся. И когда я говорю в камеру, независимо про кого, про Смирнова, про Воронина, про Плохотнюка, я стараюсь оперировать тем, что доказуемыми вещами. А вы спросите, Майя Сандрова. А я не буду её спрашивать, потому что, извините, я его видел в парламенте два раза. Первый раз в 2019 году, когда он был тоже временно исполняющим. И тоже снимал иммунитет с Шора. Ну так, а что вы? Это над кем смеётесь? Над собой смеётесь? Да, классика, российская. Это наша ситуация, когда у нас много шума из ничего. И мы ничего не можем делать с этой ситуацией? Нет, подождите. Ну что значит, мы ничего не можем сделать? Так подождите, надо иметь немножко терпения. Потому что, когда в начале этой передачи я говорил, что я лично воспринимаю это как процесс. Моисей 40 лет возил своё племя по пустыне. У нас только 30. Да, конечно, добавился интернет, но у интернета ума не добавляет. Мы ещё не водили никого. По-любому, у нас этот процесс ещё предстоит начинать. Окей. Но по-любому. Поэтому не надо сильно суетиться и требовать здесь и сейчас, чтобы у нас после того, чтобы... То есть это суетливость с моей стороны, да? Нет, нет. Надо быть немножко... Ну, я считаю... А что мне делать? Молчать? Нет. Терпеть это всё? Нет, нет. Критиковать. Но желательно... Это мой индивидуальный подход. Я критикую, желая, чтобы мы все в этой лодке выплыли. Понимаете? Можно справочку по вашему вопросу и по теме разговора? Нет. Израиль не выдаёт своих граждан. Мы это знаем. Да, но члены вашего правительства, ПАС, которые полностью представляют... Так я что... Вдруг взяли и объяснили. Израиль выдаёт своих граждан. Я знаю. Мне пришлось звонить в Израиль. Позвонить к нашему политику. Не хочу его называть, да? И узнать. Он говорит, ну если у вас лучше знают, что выдают наших граждан, пусть приедут сюда и возьмут. Это общепринятая практика, что государства не выдают своих граждан. А Израиль... Израиль тем более. Тем более, потому что нет случаев. А ведь ложь была рассчитана на публику, на цирк, не на вас. Три миллиона не будут звонить в Израиль. Ну три миллиона это перебор, конечно. Миллион не будет. Миллион не будут звонить в Израиль. А ведь весь этот спектакль, он рассчитан на публику. Но я думаю, сыграл. И играет на публику. Вы знаете, есть ещё один такой момент. Вот люди приходят во власть. В данном случае у нас в Украине пять лет, у нас четыре года, да? И уже заметно следующий момент. Когда людям в избирательной кампании, и люди голосовали, борьба с коррупцией, да? Прошло полгода. И социологические опросы, да, можно сказать, что рейтинг у ПАСа упал. Но социологические опросы показывают немножко другую ситуацию. Что те, которые поддержали Майю Санду и ПАСа, переходят часть из них в категорию неопределившихся. То есть люди... Пока никому не доверяют. Не определили. Нет, я хочу объяснить, в чём дело. И сейчас любая партия, неважно, ПАС, или КПСС, или так далее, или либералы, или зелёные, у них есть четыре года. И за эти четыре года, вот вы говорите, спектакль. Если это спектакль, пустышка, за это придётся заплатить. Но если наша молдавская прокуратура хоть одно дело вытащит на зубах, и мы хоть кого-то увидим на скаде подсудимых, и который будет осуждён за эту клятую коррупцию, тогда это будет маленький, но шаг в том направлении, в котором нам ещё плыть и плыть. Потому что чудес не бывает. Тот же человеческий материал внутри того же государства. И мы хотим, чтобы внутри этого государства из провинциального бордельчика вдруг появился монастырь. Так не бывает. Вам по теме сказанного имею право сказать? Да прошу, извините, пожалуйста. Хочу сказать и задать вопрос. Есть ли шансы привлечения к уголовной ответственности членов того кабинета министров, который позволил совершить хищение одного миллиарда долларов? Я должен был задать вопрос. Да, и аэропорт. Да не будем перечислять. Я говорю, пока что за кабинет министров. Нет, вы знаете, вот здесь я... Шанс есть. Нет, я откровенен. Я, мои коллеги из ПАСА и не только могут на меня обижаться, но у меня критическое отношение к понятию молдавский юрист. Ну вот так вот. Я скажу, лет 15 назад я был шокирован, когда узнал, что в Молдове 27 факультетов клепают юристов. А когда в начале 21 года была эта подвешенная ситуация, распуск, не распуск парламента, я сам, как гражданин, взял Конституцию, взял решение Конституционного суда, проанализировал, выписал свою логическую цепь своих аргументов и передал в Конституционный суд. На что Конституционный суд сделал? Иди гуляй, Вася. У нас, мы когда-то, нас Плохотнюк заставил проголосовать, что если в парламенте есть большинство, то президент обязан назначить кандидата. И мы идем в этом, так сказать, это колопот, или как это, колотка. Поэтому я как не знаю, надо взять Конституцию, взять законодательство. Есть решения парламента, которые послужили в основе, не послужили в основе, а были использованы как элемент процесса кражи миллиарда. Мы же знаем, был и Центральный банк, и решение правительства. Но есть понятие индивидуальной ответственности, есть коллективный орган. И избирательные. И избиратели, да. Поэтому я не буду сейчас вам кричать, что вот пригласите юристов, желательно из разных партий, потому что у нас, оказывается, мнение юриста зависит от партийной принадлежности. И пускай они ответят вам на этот вопрос. Да, давайте я отвечу на этот вопрос. До того, как началось преследование Стояногла, были больше шансов. Потому что есть дела в Румынии, а Стояногла уже направил туда запрос для того, чтобы вот эти дела были коннексированы к нашим делам. Что было сделано при Стояногле? При Стояногле были выпущены те, которые были козлами отпущения, да, тех, которые посадил Плохотнюк за кражу миллиарда. И эти люди стали свидетелями для того, чтобы посадить тех, которые украли миллиард. В действительности. В действительности. Вот этот процесс был прекращен в момент, когда начали преследовать Стояноглу. И что сегодня происходит в прокуратуре, это обратный процесс. Никто не сядет за кражу миллиарда, если не вернется Стояноглу. Шанс есть? Шансы нет, пока не вернется Стояноглу. Наверное. Потому что все это дело, я подозреваю, у меня есть веские основания подозревать, что Стояноглу заказали те люди, которые украли миллиард. Те люди, которые украли миллиард, заказали Стояноглу. Был еще лобби, очень сильное лобби вокруг нынешней Трансильвания Банка. Потому что они являются покупателями Виктория Банк, как бы честными покупателями, но не честными актерами. Потому что там уже было ого-го-го-го. И я подозреваю, что это лобби уже там... Дело в том, что мне кажется, у меня есть веские основания думать, что за этим стоят и люди, которые сегодня работают в этом банке. Об этом я говорю. И политический заказ на Стояноглу был выполнен для того, чтобы это не довести до конца. Еще. Посмотрите, пожалуйста, про какие группировки, организованные преступные группировки, говорил Стояноглу в парламенте. И про каких группировок говорил Робу, когда пришел в парламенте. Кого исключил Робу из тех группировок? Филата. Потому что в зале сидит консомол Филата. В зале сидит... Потому что в зале все депутаты... По-русски... Это бывшие соратники Филата. Почему? Я прямое спрошу. Нет, если можно... Я понимаю, что... В этой студии сидит бывший соратник Плокотнюка. Я. И Филата тоже. Я был в Демпартии. И Филата тоже. Но в зале сидят все Филата. В ЛДП мне не было. Не надо. А я имел в виду следующее. Что, уважаемые коллеги, одна из детских болезней нашей псевдодемократии, это то, что у нас партии кучкуются вокруг лидера. Если лидер этот запускает руку в общественные деньги, то вина распространяется на всех членов партии, которые даже понятия не имеют, что там нахимичил или натворил этот лидер. Или получают деньги. Не все. Ну, подождите. Ну, когда, например, только сейчас из меня сделает защитника Филата. Вот была ЛДПМ. Была партия, которая имела относительное большинство. Или сколько у них было в Калатах? Ну, старт Филат. Вот это же было. Нет, подождите. Да, я прыгал с парашютом. Мне это нравится. Нет, ну я не про парашют говорю. Я про Филата говорю. И я выпендрился, потому что мне было скучно. Я понимаю. И когда в той партии были тысячи людей, так нельзя же всех марать одним, извините, этим самым. Были люди, которые искренне поверили. Поэтому давайте... Я верю в это. Я же не об этом говорю. Нет, подождите, Сергей. Будем корректными по отношению к этим людьми. Поэтому, когда вы говорите, что в парламенте сидит там комсомол Филат, они говорят уже, что там появляется Владимир Николаевич Воронин, который породил и Плохотнюка, и Додона, и не будем повторять еще. Так мы не о позиции говорим, мы говорим о власти. Нет, подождите, мы говорим о парламенте. О парламенте, о парламентском большинстве мы говорим. Подождите, поэтому это немножко называется по-русски наводить тень на плетень. Почему? Я возвращаюсь к тому, что мы должны отказаться от этой практики, от нашей ментальности, когда все покупается, ничего не работает. Конституции нет, закона нет, все кому-то звонят по каким-то тайным, супертайным линиям. И так далее, и так далее. Давайте будем оказывать давление на власть, на меня в том числе, чтобы вот этот спектакль в парламенте, с девятикратным и так далее, не знаю, как там, чтобы мы будем спрашивать власть. Но в данном случае надо требовать реформы той же прокуратуры и той же судебной системы. Потому что я повторяю, что мы унаследовали те системы, которые саботируют, которые не умеют работать по закону. И в той же прокуратуре, даже я, который мало интересуется этим субъектом, прекрасно понимаю, что есть разные группировки, которые борются между собой, в том числе и занимаются покрытием преступлений, совершенных во время Плокотнюка. Это у меня есть... Так извините, я это и делаю. Я занимаюсь давлением на вас. Да. Чтобы вы... Но единственное, что... Нет, понимаете, Сергей, нужно стараться максимально корректным быть. Не просто так одна бабка сказала. Я стараюсь быть корректным. У нас есть опыт, когда я про Плокотнюк говорил. Я не защищаю, например, Стояногла. Но у меня есть знакомые, мало знакомых в сфере бизнеса. Вы же понимаете, где я и где бизнес. И они мне сказали, ты знаешь, Стояногла самый лучший прокурор. Потому что как он стал прокурором, исчезло давление, рэкет, давление на бизнес. То есть он прекратил вот этот рэкет, которым занимались все прокуроры. Но я сейчас пытаюсь... Извлечь из этой массы людей, которые сегодня делают вот это, то, что я говорил. Потому что... Это ваше конституционное право и единственное право. Я этим и занимаюсь. Чтобы отказаться от этого молдавинизма. Я сейчас публично делаю давление на вас. Чтобы вы в своем кругу спросили, знает ли Маля Сандуробу. Потому что она говорит, что она его не знает. Есть давление сегодня на прокуратуру. Чтобы это досье... Сегодня нет прокуратуры как института государства. Там есть группировки разные. Даже я это вижу. Дайте мне возможность надавить. Я знаю. Чтобы вы не поверили на слово им. А чтобы вы надавили на них тоже. Спросили о том, что происходит. Потому что есть все признаки того, что есть политический заказ. Есть некоторые признаки. Возможно, есть некоторые признаки. А после Венецианской комиссии, я думаю, что честные, вредные люди, которые не могут согласиться с этим, должны задавать себе и задавать своим коллегам вопросы. Как это, перинтериор чуть ли не сказал. Внутри ПАС, внутри партии, внутри фракции. Мы обсуждаем самые разные... Я сейчас скажу, как Горбачев. Мы будем снаружи. Вы давайте снутри давите. У нас есть достаточно горячие дискуссии на разные темы. В том числе и на эти темы. Но доводите это дело до такого уровня, что я должен спросить у Майи. Не, ну я... Понимаете, в чем... Я сейчас скажу, извините. Я знал, что такое Плохотнюк. Я знал, что такое Филат. Я... Лянка тоже знал? Да, Лянка тоже знал, что такое Лянка. Вот когда они своих прокуроров там имели, когда они... Это все было понятно. Имели в смысле приватизировали? В смысле имели. Да, купили. Я же сказал. Я первый сказал, когда Плохотнюк купил этого Зубко за 3 миллиона. Ну, за 2. За 3. Не будем сейчас. То есть, я был... Я не думал, что вот эти... Вот то, что пришло к власти, сделать то же самое. Ну, почему же то же самое? Это было непостижимо. Смотреть по телевизору, как они беспредельничают и преследуют генерального прокурора. Давайте так. Дело в том, что... Дорогие гости, мы превысили уже в полтора раза наше время. Серьезно? Это интересно. Посмотрите, потому что тема у вас интересная. Когда вы встречаетесь, вы можете говорить... Я думаю, вы скажете интересные собеседники. А мы в аэроклубе договорились, что мы будем так... Да, но парашютисты зависят от пилота. Нет, не зависят. Не зависят, да? Они сами по себе. Они свободные. Нет, не, не. Сергей имеет в виду, что с чего-то надо прыгать. А, да. Сейчас можно купить лебедку. Тебя затащили на 200 метров, отцепился. Давайте оставим хотя бы время, чтобы мы поздравили людей. Поэтому я хочу сказать. Если мы в таких тонах оцениваем деятельность 21-го года, деятельность 21-го года, который был опять по каким-то животным знаком, там, и так далее. Вот год тигра вам пойдет он. А тигра это что? Это восточный календарь. Восточный календарь, да. А, год следующий год. Да, следующий год тигра. Да, я... Тигра. И я радуюсь, что вы приходите, не меняя стиль. Или вы, например, галстук не меняете. Не буду менять. Вот принципиально пока революция не победит в Молдовии. Вот. Господин Уазов, Антон, знаем уже не один год. И я думаю, что лучшее у нас впереди. Почему? Потому что мы всегда надеялись. Надеемся. И будем надеяться на местный наш менталитет, который позволяет многим нашим правителям делать то, что они хотят. Ничего от этого не изменится. Но! Поздравьте наших телезрителей. Вы своих сторонников. А вы своих сторонников. Нет. Дело в том, что, знаете, Новый год – это такой праздник, который не делится по политическому критерию. Но раз я здесь в качестве политика, я могу вспомнить 2001 год. Для уточнения. Коммунисты пришли во власть. И я тогда сказал, что некоторые политики рассматривают своих же избирателей в качестве стада лишенного достоинства, памяти и разума. Уважаемые сограждане, давайте будем уважать друг друга. Давайте будем уважать достоинства в человеке. Давайте будем критически мыслить. И не будем позволять никому, чтобы нами манипулировали. Если мы еще будем чуть-чуть добрее, я думаю, что у нас все получится. Я поздравляю вас с Новым годом. И молюсь за тех свободных людей, как я. Я считаю счастливым человеком, что мы, несмотря на все проблемы, о которых мы здесь говорили, у нас есть шанс тогда, когда нас арестуют, выйти на свободу, как у меня было. Я думаю, что этот шанс есть у честных людей бороться дальше. И я уверен, что свободные люди будут счастливы и в Новом году. Всех блага. Ну, и в заключении, как говорится, все-таки мое слово. Дорогие друзья, в этом году мы увиделись сегодня, завтра мы уже не увидимся. Поэтому я хочу вас всех поздравить с наступающим 2022 годом, который нам должен принести каждому удачу, счастье, любовь, которая должна быть, которая есть и которая к некоторым придет. Также здоровья всем, вплоть до недругов, потому что если не будет недругов, значит, не будет у тебя стимула с ними бороться. А по-простому, ну что сказать? Счастье – это самое главное, что должно быть. А мы, как народ простой, выживем. Выживали не при таких условиях и не при таких правителях. Молдовы этим славятся. Счастья, любви. И смотрите нашу программу уже в Новом году. Спасибо вам. Вам спасибо большое. Спасибо за приглашение. Извинююсь, если задавал неудобные вопросы. Не, почему? Все хорошо. Но такова, как говорится, жизнь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok